Поэтому на сегодняшний день есть препараты, которые можно применить для этих детей, для того, чтобы сохранить их жизнь, то есть снизить смертность. Поэтому с ними так долго работают наши уважаемые неонатологи, они спасают их жизнь. Ребенок приходит домой, и если не проведено профилактическое назначение препарата Синагиса, то любая респираторная инфекция, которую могут принести домой, и она окажется респираторно-синфициальной инфекцией, эта инфекция может унести жизнь этого ребенка. Поэтому мы напоминаем вам про респираторно-синфициальный вирус, что нужно знать педиатрам. Это вирус, который относится к группе пневмовируса, семейства пара миксовирусов, который в принципе вызывает респираторные инфекции у детей и взрослых. Ну и известно, что вот пневмонии, вы знаете неблагоприятную статистику в мире по пневмонии смертности, так вот в этой структуре этой смертности до 30% составляет именно смертность именно респираторно-синфициальный вирус. То есть практически респираторно-синфициальный вирус является причиной пневмонии, то, что мы всегда говорим, вирусно-бактериальная этиология. 50% пневмонии, 90% бронхиолитов. Описан этот вирус впервые был открыт британским зоологам, который еще по совместительству был художником-сюрреалистом, потом телеведущим, популяризатором науки. Он первый, когда еще занимался глубоко наукой, выделил вирус от обезьян-шимпанзе во время ринита. И первоначально его назвали вирусом насморка обезьян. И несколько позже Ченок с авторами выделили исходный вирус у детей, больных бронхиолитом и пневмонии, то есть в 1957 году. На сегодняшний день известно, что это оболочечный вирус. Он относится к мононегатовирусам, семейственно то же самое парамиксовирусам и родпневмовирусам. К этим же вирусам относятся вирус парагриппотип 1, эпидемического паратита и кори. Очень глубоко изучено с помощью электронной микроскопии. Ну и художник тоже, видите, нарисовал все тоже похоже на корону. Это структура РС-вируса, одноцепочный РНК-геном, включает 15 тысяч нуклеотидов. Геном кодирует 10 белков, есть два по типу А и Б. Ну и обратите внимание, два белка присоединения. Первый – это G на картинке нижней, белок присоединения, а F – белок слияния. Поэтому вот такая красивая структура этого вируса. Ну и практически наличие вот в этих двух белков инициирует присоединение и слияние РС-вируса с клеткой хозяина, что обуславливает весь вот этот вот потолок, этот комплекс эффектов. Ну вот если мы посмотрим на причины инфекции нижних дыхательных путей, пневмонии и бронхиолит, обратите внимание, насколько значимо. Статьи я показываю разные, по годам разные, и цифры могут быть чуть-чуть отличаться. Поэтому вот в данном крупномасштабном исследовании 63% РС-инфекция. Есть некая сезонность, да, и, конечно, это достаточно частая причина больных, болезни у детей первых двух лет жизни, и 90% детей до двухлетнего возраста хотя бы один раз в жизни переносят РС-инфекцию. Ну а в России сезон этой инфекции начинается как раз со следующего месяца октября и продолжается до апреля. Поэтому мы понимаем, что, конечно, это основное сезонное заболевание как в развитых, так и развивающихся странах. И мы видим, что часть пациентов амбулаторно лечит с легкими формами, а часть нуждается в госпитализации. Поэтому вот цифры разные, вы видите, в Японии чаще их почти в два раза госпитализируют, ну чем, например, в Дании и США. Поэтому, конечно, число случаев этой инфекции в слабо развитых странах гораздо выше, ну и цифры по смертности, они тоже разные. И вот обратите внимание на британские цифры о том, что смертность детей раннего возраста от этой инфекции выше, чем от гриппа. Грипп здесь красненький, а голубые – это именно РС-инфекция. Поэтому дети раннего возраста с РС-инфекцией, конечно, они еще подвержены бактериальным инфекциям, да, то есть, например, пневмококом. Вот обратите внимание, средняя группа с РС-инфекцией 22% составляет пневмококковые и 17% не пневмококковые. Ну и, безусловно, смертность детей, родившихся на сроке гестации меньше 32 недель, она гораздо выше, и, опять же, этот слайд это демонстрирует. Ну и, безусловно, дети, которые перенесли в раннем возрасте РС-инфекцию, у них гораздо чаще выше риск, обратите внимание, синий столбик – это РС, красный или розовый – это контроль. То есть намного чаще у них риск астмы любых других вариантов бронхоабструкции. Ну вот в данном случае здесь показана сезонность, и четко видно, что действительно увеличение частоты с пиком, конечно, в зимнее время, ноябрь-декабрь и январь-февраль месяц. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, РС-инфекция приводит к большому числу госпитализации. Она составляет, как бы вот, если по данным нашего НИИ гриппа, она занимает 31% среди всех возбудителей, ну и является причиной госпитализации. Говоря о патогенезе, мы понимаем, что вначале начинается адсорбция, да, проникновение вируса в клетку хозяина, а дальше уже, когда вирус проник, начинается репликация, сборка новых вирусных частиц, которые уже самозаражают другие клетки. Ну и, конечно, передают эту инфекцию люди, которые находятся в близком контакте, поэтому обратите внимание, контакт через постель, через перилы детской кроватки, через стетоскопы, которые не всегда обрабатывают. На твердых поверхностях вирус сохраняется, видите, даже до полусуток. На зальном секрете, на одежде. Ну и, конечно, на, безсловно, чихание является таким главным способом для распространения этой инфекции. Поэтому самая уязвимая группа – это дети, родившиеся недоношенными, дети меньше, на сроке гестации меньше 35 недель. Дети, которые имели в анамнезе бронхолебочную дисплазию, которая привела как раз к нарушению работы этого замечательного ресничного эпителия. И есть такие интереснейшие картинки, где показано, что у пациентов с бронхолебочной дисплазией происходит метаплазия эпителия. То есть есть участки, где работает адекватно ресничный эпителий, где он начинает работать в обратную сторону. То есть вот такой диссинхронизм работы этого ресничного эпителия. Ну и, конечно, риск высоких хронических заболеваний легких, но и более тяжело эта инфекция протекает у лиц, которые имеют первичную эмологическую несостоятельность. Среди дополнительных факторов – это, конечно, мужской пол, это низкая масса при рождении, это детки, родившиеся от многоплотной беременности, это детки, которые находятся на искусственном скарме. Дополнительным фактором является табачный дым. Безусловно, это возможность детям, которые посещают часто амбулаторные учреждения, где рядом находятся и здоровые, и больные. Перенаселенные жилища, когда в семье много детей и нет возможности их как-то разобщить, когда они болеют. Дополнительным фактором, конечно, первичный иммунодефицит – это дети с поражением центральной нервной системы и синдромом Дауна. Конечно, все недоношенные детки находятся в группе риска тяжелой расинфекции, поскольку у них недоразвитый легких, они незрелые, у них недостаточный объем. В дыхательных клетках, в дыхательных путях у них повышенное число гладкомышечных бокаловидных клеток, и у них, конечно, есть недостаточность иммуноглобулина в сыворотке. Если мы посмотрим на внутриутробное развитие легких, то мы видим, что первые 6-16 недель – это псевдожелезистая ткань. Дальше мы видим канальцевое развитие, то есть появляются новые ответвления, потом мешочатые, посмотрите, какое красивое формирование альвеев. Ну и, конечно, вот такая красивая структура, она появляется после 36-й недели гистации. Поэтому, конечно, недоношенность является главным фактором, который не позволяет иметь вот такие вот разветления бронхиального дерева и нормальное формирование альвеев. Поэтому, безусловно, легкие недоношенного ребенка, они являются недоразвитыми. При рождении у них имеют место толстые стенки воздушного пространства, через которые нарушен газообмен. Ну и у недоношенных дыхательные пути в меньшем количестве и меньшего калибра, я уже говорила, с высоким содержанием гладкомышечных бокаловидных клеток. Поэтому, естественно, они в большей мере склонны к большей обструкции. И на этой картинке показана нормальная легкая, да, и вот такие вот бронхоцентрические инфильтраты, где эпители случаются с ксудатым эфибрином, и, соответственно, это нарушает газообмен. Поэтому на сегодняшний день, почему называется респираторно-синтициальный вирус, потому что вот как раз на этой картинке показано, что сам вирус образует синцити, сетевидные структуры клеток с цитоплазматическими отростками между собой, да, и тропностью к клеткам респираторного эпителия. Поэтому на сегодняшний день я уже показывала о том, что настолько актуальна эта инфекция, которая дает более высокую смертность, существенно выше по сравнению с гриппом, да, поэтому, конечно, очень важно заниматься недоношенными детьми. Ну, что касается защиты, мы с вами прекрасно понимаем, что мама передает, должна передавать антитела, должна передавать перед рождением ребенка и должна передавать их с грудным молоком. Так вот, передача антител начинается после 28 недель. Дети же, рожденные на 22, на 23 и так далее, сроком гистации, конечно, мама им еще ничего не успела передать. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что уровень антител при рождении прям пропорционален их гистационного возраста. Вот на этой картинке, да, показано, почему, собственно, эта проблема, она так значима для недоношенных детей. Поэтому, естественно, госпитализм гораздо выше по сравнению с доношенными детьми, и это обуславливает значимость этой проблемы, о которой мы говорим. Поэтому, безусловно, недоношенность – это важнейший фактор риска тяжелой РС-инфекции. В основе поражения легких лежит бронхиолит, вызванный респираторно-сенситиальным вирусом, и пневмония, обусловленная респираторно-сенситиальным вирусом. Конечно, диагностика основывается на клинических симптомах, клиника бронхиолита и типичная рентгенологическая картина. Поэтому я уже говорила, что в патогенезе имеет значение вот эта рецепция респираторно-сенсиального вируса через свои G и F-белки, то есть G-белок позволяет прикрепиться, а F-белок помогает проникнуть в клетку хозяина. Ну и F-белок еще позволяет слиться со здоровыми и образовывать тот красивый сенсити, о котором мы говорили. Поэтому на сегодняшний день это высококонтагиозное заболевание, передающееся не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Поэтому обратите внимание на врачи, дорогие коллеги, о том, что фонандоскоп, и сегодня мне подчеркивали, что это может быть способом передачи. Когда мы ходим из палаты в палату, и вы зашли в палату и послушали ребенка, который выздоравливал, и перенесли ему новую заразу, и ему стало хуже. Ведь таких случаев немало. Поэтому госпитальная инфекция, передача РС-вируса, возможно в таких отделениях. Поэтому, ну вот, помните, нас учили альвеолы, что там образуются пузырьки, жидкость, вот развивается пневмония. Я специально хотела показать эту такую красивую картинку, как выглядит жидкость в этих альвеолах. Бессловно, мы проводим дифференциальный диагноз и обсуждаем обычно общий острый бронхит, бронхиолит, для которого характерно, более выраженная одышка, это хипной и признаки дыхательной недостаточности, и, конечно, пневмония, для которой уже характерно более тяжелое течение. Поэтому, уважаемые коллеги, продолжат нашу дискуссию профессор Заплатников Андрей Леонидович и Юдина Татьяна Михайловна, которая представит доклад от нашей больницы Башляевой, совместный этот доклад с Аленой Константиновной Мироновой, нашей заведующей отделением Катамниза, поскольку на сегодняшний день наша замечательная больница Башляевой активно профилактирует этих детей, и у наших коллег из больницы Башляевой собственный великолепный имеется опыт по введению этих детей, да, и введение препарата Синагиса. Пожалуйста, Андрей Леонидович, есть у нас? Вопросов за...